Интерактивные панели, классы виртуальной реальности и 3D-кинотеатр для учеников. Школа, которую сейчас возводят в микрорайоне Волжский 3, по своей оснащенности не уступит даже учебным заведениям Европы. В республике подобный проект реализуют впервые. Это отметил и председатель правительства Чувашии. Сегодня Иван Моторин проинспектировал строительство объекта. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От намеченного графика подрядчики не отстают. Накануне школе присвоили адрес. В ближайшие дни в помещение будет подано тепло для продолжения отделочных работ. Председатель правительства отмечает, что проблемных вопросов пока не возникает. Открытие намечено на 1 сентября. В сентябре сюда придут дети. Это те обязательства, которые мы взяли перед федеральным правительством совместно с городом. Город с 5-й гимназией в прошлом году довольно продолжительное время работали над внесением изменений в проект. Изучили опыт передовой, который реализуется в других субъектах федерации. Все это учтено в проекте. Проект прошел экспертизу в декабре 2018 года. После трагедии в Кемерово в проектную документацию пришлось носить корректировки. Требования к социальным объектам изменили в Госпошнадзоре. По новым правилам на 4-м этаже возводимой школы оборудуют кабинеты для внеклассной работы, административный блок и конференц-залы. Вместе со школой возводят спортивно-оздоровительный блок. Уроки физкультуры ученикам будут преподавать в тренажерных залах и плавательном бассейне. На площадке перед школой также планируют обустроить футбольное поле для жителей всего микрорайона. Работы начнутся весной. Вместо привычных классов вот такие кабинеты-аквариумы с большим окном и дверями купе. Директор гимназии номер 5, подразделением которой и будет новая школа, говорит, что учебный процесс станет интерактивным. По санитарным нормам предполагаются вот такие просторные коридоры, но зачастую в школах они используются только на переменах. А если мы говорим о том, что сегодня учитель должен уметь управлять пространством и работать индивидуально с каждым ребенком, то когда мы делаем открытые стекла, ну то есть открытый кабинет, то один учитель может задавать в разных пространствах разные задачи. Сейчас решается вопрос с кадрами. В школе не хватает преподавателей физики и математики. Поначалу отмечает Инна Исаева, здесь апробируют систему дистанционных уроков. Вот здесь будет тоже такая интересная интерактивная панель, которая предполагает, что задачи мы можем давать и с другого корпуса, с президентского бульвара, потому что здесь два блока. Идет математика и в том блоке идет математика. И здесь задание можно получить с панели, распределиться по группам, решать. Ну а сейчас школа получила более 70 резюме. В основном от преподавателей гуманитарных специальностей. Заявочная кампания стартует летом. Приоритет за детьми, которые прописаны в микрорайоне. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.